Культурно-спортивный центр Лундао на территории Екатеринбурга существует последних 13 лет. С некоторых пор центр Лундао стал основным и, пожалуй, единственным в направлении представления интересов традиционных китайских школ. Мы активно занимаемся и преподаем именно традиционные формы классического ушу, изучая их в Китае. С некоторых пор, представляя и развивая традиционные школы ушу в Екатеринбурге, в Свердловской области, мы решили скопировать традиционные куан, называется, то есть залы или площадки для тренировок, как это принято в Китае, и, собственно, сформировали здесь пока что единственный в Екатеринбурге и в Свердловской области ушу куан, то есть зал изучения традиционного ушу, полностью специализированный под изучение ушу и опирающийся на методики, которые мы изучаем в Китае. Здесь следующая фаза, это опять перенос массы на тазобедовый сустав. И вообще всегда масса находится в области таза, то есть она не роняется в ней. В зале проходят постоянные занятия со взрослыми, с детскими группами. Постоянно работаем в методическом отношении по адаптированию традиции ушу к нашим условиям жизни. Аккумуляция силы или энергии нападающей, а потом опять открытием. То есть поначалу у вас движение плавное для того, чтобы все осознать, все движения осознать. Потом вы можете делать это все быстрее и быстрее. И кроме всего прочего, идет активная работа с врачами, которые консультируют наших студентов, работают также на территории зала совместно с нами и помогают нам выработать наиболее эффективные методы адаптации традиции ушу к нашим условиям. Основа наших методик здесь, на территории ушу куан, площадки для тренировок в ушу, это так называемый внутренний ушу, это тэдзи-чуань, синий чуань, в меньшей степени багуа-джан. Основная масса людей, с которыми мы занимаемся, работает в направлении тэдзи-чуань и тэдзи-чигун. То есть чигун, основывающийся на принципах стиля ушу, тэдзи и чуань. В Китае внутренний ушу связан между собой очень тесно. То есть, с одной стороны, это прикладная дисциплина для самозащиты, нападения, собственно, искусства боя, строящаяся на различных принципах. Вот эти принципы особенно выражаются словами мастера Сунь-Лутана. Тэдзи-чуань – это предельная целостность, багуа-джан – это диалектика изменений, синий чуань – это правильный удар. То есть, в Синь-Чуань больший аспект и больший упор делается на изучение прикладных аспектов самозащиты и теория правильного удара. В Тэдзи-чуань основой является так называемая внутренняя работа и понимание всего организма как целого. То есть, мы тренируемся с той целью, чтобы понять и глубоко уяснить себе естественную механику тела, естественную механику дыхания и каким образом наиболее эффективно, наиболее оптимально использовать существующие резервы в организме. Что касается традиционного ушу, это прежде всего то ушу, которое исторически сформировалось в Китае, то есть, которое без изменений существует на протяжении длительного периода времени. Предположим, наши методики существуют как минимум последних 500 лет на территории провинции Шан-Си. Таким образом, мы практически без изменений занимаемся теми же самыми искусствами, которыми занимались, скажем, легендарные мастера 200, 300, 400 лет назад. Наша школа находится недалеко от небольшого города Тайюань. И там, собственно говоря, мой учитель Сунь-Си изучал то искусство, которым носителем он является. Это прежде всего линия Си-Ни-Чуань, но в школе очень широко распространено изучение Тайи-Чуань. Мой учитель такой типичный традиционный китаец, каких сейчас в Китае очень мало. Он ведет достаточно такой спокойный, упорядоченный образ жизни и, по большому счету, является действительно традиционным мастером. По образу жизни, по тем методам, которые он тренирует и по тем моральным качествам, которые имеет. Основой деятельности традиционной школы УШУ в Екатеринбурге является прежде всего сотрудничество. То есть, предположительно, мы планируем в этот зал, будут приезжать традиционные мастера из Китая в том числе. А с другой стороны, это понимание того, что для того, чтобы что-то добиться, необходимо просто условия, внешние условия для занятий. Здесь все настроено на то, чтобы человеку было удобно заниматься именно УШУ. Здесь не фитнес-центр, здесь не оздоровительный центр. Это уникальная площадка, которая аналогов не имеет. То есть, принципы развития здесь другие. Соответственно, и мораль, которая определяет развитие УШУ, она несколько иная. Этот фон моральный нам задал, прежде всего, учитель своим отношением к УШУ, к традиции и к наследию. С другой стороны, это методическая преемственность. То есть, учитель аккуратно старается объяснить все нюансы и очень расстраивается, если хотя бы чуть-чуть что-то не понято. Этот тазобедренный сустав вот по такой дуге. Раз, оброшу. А вот этот тазобедренный сустав, точка соединения ягодицы и бедра, пружина находится вниз, под пяткой. Теперь отсюда импульс. Здесь как будто пружина завелась. И вот эта пружина начинает разворачиваться. Каким образом? От корня. То есть, тазобедренный у вас сустав, а вот выше. Самое главное в школе УШУ – это отношения. И основной принцип – это здоровые отношения в рамках единой школы, единого объединения. Вот это тот основной принцип, который мы здесь всячески стараемся исповедовать. Субтитры создавал DimaTorzok